У-у-у-у, да, сейчас мы с вами займёмся кое-чем интересным. Зажимайте глаза, зажмуривайте, да, вот так вот, как я. А теперь берём пальцы и надавливаем на глаза, да? Только не выдавливаем, они вам ещё пригодятся, этот выпуск будет зрелищным. Просто надавливаем, слегка, так, опа, 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 опа. Что вы сейчас видите? Если перед вами мелькают такие огоньки, то поздравляю! Вы смотрите те же мультфильмы, что и космонавты. Вот только у них это происходит по другой причине. Лучи с высокой энергией, которые родились в далёких галактиках, очень давно летят прямо к ним в сетчатку, создавая вспышки. И их видят не только люди, но и телескопы. Они показывают на снимках цветной шум, и для телескопов этот шум бывает даже опасен. Помехи от космических лучей вызвали сбои в навигации аппарата Хитоми. Он потерялся в космосе и развалился через месяц после запуска. Но странно то, что это происходит не везде, а над одной и той же областью. Бермудским треугольником космоса. Не слышали о таком? Угу. А он есть. Так называют южно-атлантическую аномалию. Область, где магнитное поле Земли проседает на сотни километров вниз, делая людей и аппараты уязвимыми перед радиацией. И дело тут не в солнечных бурях. Нет. Источник аномалии лежит прямо в центре Земли. Что это такое? Как оно выглядит? Заставляет задуматься, но еще больше меня заставляет задуматься, то что мы знаем, как выглядит поверхность Плутона. Как выглядят далекие туманности. Но не знаем, как выглядит Вселенная прямо у нас под ногами. Сейчас вы узнаете, сможем ли мы добраться до центра Земли, как разрушительное землетрясение приносит пользу науке, зачем нужен прогноз погоды на глубине трех тысяч километров, к чему приведет смена магнитных полюсов и какая машина скрывается в недрах Земли. 24 часа? Что это такое? Для меня это сон, ноутбук и смартфон. К сожалению, 80% времени я смотрю на экран, который располагается в 30 сантиметрах от меня. Для глаз это удар, ведь они не фокусируются на дальние расстояния. Врачи советуют постоянно делать массаж, но я всегда забываю. Тогда на помощь приходят лучшие друзья. Алло. Пришло время размять глазки. Б. М. К. И. Н. Т. Т. Е. Т. Что? Тебе уже 32? Спасибо, что напомнил. Когда ты в линзах, ты видишь даже то, что порой не хочешь. Сейчас на мне линзы АКУЮ ОАЗИС ONE DAY. Они, как продолжение меня, не сохнут, на глазах не чувствуются, даже к вечеру. Зрение, как у малыша. Хотя мне уже 32. Хочешь попробовать? Скачай приложение MyAQView прямо сейчас. В нем есть все, что нужно, если ты не знаешь, с чего начать. А забыл, где находятся твои глаза и как надевать линзы? Пожалуйста. Здесь куча лайфхаков и все ответы на возникающие вопросы. Можно даже поговорить с экспертом, он ответит в WhatsApp, в Telegram. Удобно? Я ношу очки, но не сегодня. Сегодня я хакнул эти обстоятельства. Да, но чтобы хакнуть правильно, нужен опытный хакермен. Поэтому обязательно подбирай линзы в специализированных салонах оптики, адреса которых в приложении. Качай приложение по ссылке в описании. И лови скидку 500 рублей на первую упаковку LinsAQView. Хорошее зрение стоит недорого. Ну а мы к выпуску. Ооо, здорово, здорово, ёпьян, да? Ёпьян. А гляньтесь вокруг. А гляньтесь вокруг. Если вам не нравится то, что происходит сейчас, то вы зажрались. Угу. Потому что четыре с половиной миллиарда лет назад земля была гораздо более неприятным местом. Но её можно понять. Она лишь недавно собралась из камней, пыли и всего того мусора, что не стал солнцем. Всё это притягивалось друг к другу, сталкивалось и нагревалось. Центр молодой планеты из-за огромного давления и распада радиоактивных элементов стал раскаляться сильнее, чем оболочка. Так, из-за разницы температуры, Земля со временем разделилась на четыре слоя. Каждый со своей начинкой и со своими странностями. Оказавшись в центре планеты, вы почувствуете, что на вас давят 48 тысяч слонов. И одновременно жарят, как на поверхности Солнца. Да, там температура, как на поверхности Солнца. А вот на внешнем слое вы рискуете замёрзнуть без шапки. Вот с него мы и начнём. Самый холодный слой Земли — земная кора. Толщина коры разная. От пяти километров под океанами до семидесяти километров под материками. Это очень тонкий слой, как кожура у яблока. Только я яблоко не нашёл дома, нашёл картофель. Вот примерно то же самое. Вот такой вот слой коры на Земле. И у картошки кожура — это сплошная, сплошная кожура картофелины. А вот у Земли кожура не сплошная. Она состоит из отдельных плит. Они не совпадают с континентами. Видите, Россия разлеглась сразу на европейской и североамериканских плитах. То есть Россия и Америка ближе, чем кажутся. Они братья по плите. А теперь посмотрите на Индию. У неё своя отдельная плита. Когда-то она наехала на евразийскую плиту и получились Гималайи с Эверестом. Да, вот так образуются самые высокие горы от ДТП разных кусков коры. А столкновение плит для Земли — это обычное дело. Как для нас мурашки по коже. Они происходят постоянно. Вот это движение плит люди назвали тектоникой. Только не путайтесь с тектоником. Наша планета не такая уж и старая. Когда плиты сталкиваются, рождаются горы. Это мы поняли. А что будет, если плиты разойдутся? Такое происходит постоянно. Под океанами. Там, где расходятся плиты, снизу прорывается раскалённая магма. Она тут же застывает и толкает старую кору к берегу, пряча её под континентальную плиту. В таком месте и возникают впадины. Такие, как Марианская впадина, скрывающая самую глубокую бездну планеты. Но это ещё не всё. Тонущая плита плавится внизу и поднимается мстить в виде горячей магмы. Вода и газы выходят из неё. Давление повышается. И гора становится похожа на бутылку газировки, в которую добавили ментос. Верхушка горы не выдерживает. Из неё вылетает фонтан пепла и серы и вытекает лава. Вот так рождаются вулканы. Как Везувий, который погубил Помпея. А знали бы Помпея, что их наказал не Бог, а планета, плита, просто раскалённая земля, которая вышла мстить, то всё равно бы умерли. Извержение вулканов даёт нам понять, что внутри, очень близко к коре, находится настоящая преисподняя. Но об этом позже. А сейчас давайте ещё немного о коре. Континентальные и океанические плиты двигаются постоянно. Чтобы оценить масштаб, присмотритесь к Африке и Южной Америке. Вы, наверное, не замечали, но смотрите, они подходят друг к другу, как детали одного пазла. Это потому, что раньше они были одним целым и разделились 180 миллионов лет назад. Это было в прошлом, а вот в будущем, через 50 миллионов лет, Африка врежется в Евразию и на месте Средиземного моря будут горы. А Австралия налетит на Индонезию и размажет к чёрту Бали. Окей, да, но как вообще могут плиты в триллионы тонн двигаться? Ответ простой. Они плавают. Да, плавают на прослойке из расплавленного камня, который мы называем мантией. Да, мантия – это второй слой земли. Плиты плавают в ней со скоростью… ногтей, которые растут у вас на руке. Мантия. Сама мантия состоит из двух прослоек. Верхняя похожа на ногу в Сникерсе. Вот на вот эту вот. Что-то среднее между твёрдым и жидким состоянием. Нижняя. Из-за давления очень твёрдая. Но это не мешает ей двигаться. Нагреваясь около ядра, породы медленно ползут наверх, отдают тепло верхним слоям и опускаются обратно. Это и есть тот двигатель, который перемещает огромные тектонические плиты. Эта анимация сильно ускорена. В реальном времени она выглядит вот так. Да, придётся просидеть сотни тысяч лет, чтобы увидеть хоть малейшие движения на экране. Вы же не видите, как растут ваши ногти? Это движение называется конвекцией. Как это работает? Если коротко, мантия – это большая лава-лампа. Только вместо воска в ней камни. Плавают в камне. Да, камни плавают в камне. Вы не ослышались, а что так можно было? Да, такое сложно представить, я согласен. Но в масштабах миллионов лет происходит именно так. Какие именно размером камни плавают в мантии, мы точно не знаем. Они могут быть и с меня ростом, и вот такие, и размером с Гренландию. Непонятно. Но зато мы знаем наверняка, что находится под мантией. Там находится самая большая и мощная машина на планете. Как, впрочем, и все машины, она, естественно, состоит из металла. Я говорю про ядро. Внешнее и внутреннее ядро. Как думаете, ядро жидкое или твердое? Наверное, вы знаете, да. Оно сразу и жидкое, и твердое. Ядро состоит из железа и никеля. Внешнее ядро разогрето настолько, что эти никели и железа плавают в нем в жидком состоянии, образуя шар размером с Марс. А внутри этого Марса есть еще один шар размером с Плутон. Внутреннее ядро. Это центральная и последняя часть планеты. Огромное давление сжимает железо и никель с такой силой, что оно становится твердым. Твердым, даже несмотря на то, что температура там как на солнце. 6 тысяч градусов. Это меня удивляет. Но почему железо и никель внутри? Почему не наоборот? Почему не ходим мы по железу? А? Мы ходим по земле, а не по железу. Почему? Обожаю сам себе задавать глупые вопросы. Железо и никель тяжелые. Поэтому они провалились глубже всех на этапе зарождения планеты. А все легкие элементы, по которым вы ходите и то, чем вы дышите, поднялись наверх. Как апельсиновый ликер, который в коктейле B52 всплывает наверх. Точно так же. Неплохая аналогия, да? Те, кто ходят по барам, теперь вы можете блистать вот такими знаниями. Да, это было короткое погружение внутрь нашей Земли. Так и выглядит наша планета внутри. Твердая кора, под ней расплавленный камень, затем твердый камень, жидкий металл и плотный металл. И вот отсюда, с этого момента выпуска, я начну рассказывать вам хардкор. Вы задумайтесь, откуда мы вообще знаем, что там у нас под ногами? Мы что-то дырку копали, камеру спускали, людей. Нет, мы максимум выкопали там 12 километров вниз. Все, все, что мы смогли сделать, дальше не прет. Но откуда мы знаем, как чередуются жидкие твердые слои в центре Земли? Разобраться в этом нам помогли землетрясения. Например, землетрясение 2004 года, которое вызвало смертоносное цунами у берегов Суматры. Люди отслеживали волны от подземных толчков с помощью сети станций. Они увидели, что волны, проходя сквозь земной шар, меняли свою силу и скорость. И вот именно так поняли плотность начинки планеты на разной глубине. Землетрясение — это полноценное УЗИ только для целой Земли. В ходе этих изучений ученые выяснили кое-что странное. Волны, которые не умеют проходить сквозь жидкость, стали затухать в центре Земли. Значит, там находится жидкость, то есть жидкое ядро. И это жидкое ядро, пожалуй, самое ценное, что есть на планете. Возможно, благодаря ему вы сейчас сидите, едите, смотрите меня и смотрите на родителей. Думайте о будущем, и ваша кошка ходит рядом с вами живая-здорова. Жидкое ядро помогло Земле выиграть джекпот — магнитное поле. Оно защищает Землю от солнечного ветра. Так солнечный ветер бы просто сдул атмосферу, а нас бы поджарил. Но 4 миллиарда лет назад над нашей планетой раскрылся магнитный щит, который и создал условия для появления первой хрупкой жизни на планете. Не верите, что магнитное поле так важно для нашей планеты? Посмотрите тогда на другие планеты. У Марса и Венеры слабые магнитные поля. И на что они похожи? Марс — выжженная пустыня. А Венера — это вообще раскаленный шар с густым острым супом вместо атмосферы. А вот нам повезло. Но откуда берется магнитное поле? Что там такого происходит загадочного в центре Земли? Давление верхних слоев Земли, включая тоненький слой людей, не дает расплавиться внутреннему ядру. Этот твердый шар отдает энергию наверх, создавая потоки в жидком металле. А вращение Земли закручивает эти потоки по спирали. Вихри жидкого железа, в свою очередь, рождают электрический ток. Физика говорит, где есть электричество, там обязательно будет магнитное поле. Они неразрывны, как Хабиб и Макгрегор в октагоне. Посмотрите вот на этот опыт. Подносим компас к проводу с током, и его магнитное поле двигает стрелку. Вот так наша планета и превращается в большой магнит, где север и юг — это как красные и синие концы у магнита. Отсюда и берется магнитное поле. И знаете что? Для жидкого ядра составляют прогноз погоды на глубине 3000 км. Только вместо ветров и циклонов на карту наносят магнитное поле. Это делают с помощью таких метеозондов — спутники SWARM, то есть ROI. Эти спутники помогают найти ветер из жидкого металла под землей. Он начинается под Канадой и дует через половину земного шара до Сибири. Правда, со скоростью 50 км в год. Самые медленные бабушки переходят дорогу гораздо быстрее. Но эти 50 км в год способны сдвинуть магнитные полюса Земли, что и происходит прямо сейчас. Северный магнитный полюс все быстрее смещается в сторону Сибири. Вот он — 150 лет ползет по Канадским островам, а потом резко ускоряет и проходит то же самое расстояние за 35 лет. И еще раз — вот расстояние за 100 лет, а вот за 35. Вот за 100, а вот за 35. И скорость увеличивается. И почему-то нам говорят о вреде Call of Duty в 2019 году по телеку. Везде что-то кого-то там тревожит, инстасамка там, еще чего-то. Но никто не говорит, что у наших правнуков поменяются полюса. И это катастрофа. Серьезно, этот медленный ветер из жидкого металла способен устраивать катастрофы планетарного масштаба. Что нам ожидать, когда это произойдет в очередной раз? Вот такой вопрос. Магнитное поле ослабнет. А солнечная радиация продыряет озоновый слой, как швейцарский сыр. Птицы и рыбы собьются с пути и не вернутся домой. Люди будут чаще болеть раком. Космонавтов придется эвакуировать с МКС. А электроника на всех спутниках постепенно сгорит. Но все это случится не завтра, да? Так что у наших правнуков будет время подготовиться. Возможно, улететь с Земли, например. А что насчет нас? Что насчет нашего поколения? Сможем ли мы докопаться до истины и увидеть, что наконец находится в центре Земли? Уверен, многие бы сейчас заценили конкурс. Топлес берет одного подписчика с собой в центр Земли. А? Поучаствовали бы? Репостик бы сделали. Да, уверен, бы сделали. Но реальность скучна. Самая глубокая отметка, до которой докопалось орудие человека — 12 километров 261 метр. И это сделало нас вот настолько ближе к центру Земли. Эта отметка находится здесь, за полярным кругом. Кольская сверхглубокая скважина. И это не гигантская вертикальная шахта. Это всего лишь ветвистый тоннель диаметром чуть больше 20 сантиметров. Маловато, да? Но давайте представим, что мы сможем добраться до центра Земли. И вот какая нам машина понадобится для этого? Ведь нам придется преодолевать твердое, вязкое, жидкое и супертвердое вещество. Как вам такое? Корабль, амфибия? Мне кажется, доберемся. Сто пудов доберемся. Вот еще сюда ракетный двигатель. И да. Все. Поехали. Кору мы пробурим без проблем. На глубине трех с половиной километров встретим последнего червя. Его называют дьявольским. Вот чем никогда не угощали рыб, да? Еще через 400 метров мы побьем рекорд по подземному спуску с участием человека — шахтеров в Южной Африке. Последними жителями планеты будут микробы на глубине 6 километров. Все. Теперь мы остались одни. На глубине 40 километров заканчивается кора. И теперь все вокруг состоит в основном из одного минерала — оливина. Его же находят в метеоритах, а еще в лунном и марсианском грунте. И из него же делают ювелирные украшения. На глубине 100 километров начнется та самая горячая карамель. На эту глубину хотели отправлять радиоактивные отходы в вольфрамовых сферах, которые будут медленно проплавлять землю. Но нам бурить вязкую мантию — это все равно, что копать яму в воде. Поэтому здесь включаем винт позади корабля. А с глубины 150 километров в этом море начнут встречаться алмазы. При подходе к внутреннему ядру произойдет нечто странное. Теперь над кораблем большая часть земной массы. И поэтому гравитация его тянет не только вниз, но и вверх, замедляя спуск. Чтобы двигаться быстрее, нам придется включить что-то вроде реактивного двигателя — лететь на ракете среди океана жидкого металла. Вам будет что рассказать по возвращению. Когда корабль достигнет самого центра Земли, он окажется в парадоксальной ситуации. На него со всех сторон будет давить масса целой планеты. Но при этом он будет в невесомости. Как МКС на орбите или я в падающем самолете этим летом. Выбираться из центра Земли — о, как непросто. Известные планы прыгнуть в тоннель через всю Землю и вылететь на другой части планеты несбыточны. Вы как минимум сгорите или вас раздают еще на пути к центру. Ну или если вы просто невероятный крипы, что вы просто застрянете в центре Земли. Получается, что легче построить копию Москвы на Марсе, чем добраться на 6 тысяч километров вниз до центра Земли. Реально, в моей жизни встречаются скептики, которые говорят, «Слушай, Ян, откуда мы знаем, что там в центре Земли? Мы вообще не понимаем ничего. Погоду-то предсказать не могут там на две недели. А что уж говорить там? Ученые, ученые». Ребята, реально, ученые могут. Могут добраться до Солнца. Могут до секунды рассчитать, во сколько приземлится марсоход. А вот добраться до центра Земли человек не может. Это непосильная задача для него сейчас. И, тем не менее, наука позволяет рассмотреть Вселенную у нас под ногами и даже разгадать загадку Бермудского треугольника в космосе. Ученые считают, что под этим местом, на границе ядра и мантии, находится огромная капля горячей жидкости и еще одна такая же под Тихим океаном. Каждая из них примерно в сто раз выше Эвереста. Если бы они оказались на поверхности, МКС пришлось бы уворачиваться от них при полете. Капля может выбрасывать свое содержимое наверх, создавая цепочки островов по типу гавайских. Или охладить ядро, что со временем ослабит магнитное поле и расщепит его на четыре полюса. Есть и более зловещая версия. От этих структур питаются супервулканы. Ни один из них не просыпался за последние 27 тысяч лет. Но когда извергался один из мощнейших в Индонезии, на планете шли кислотные дожди, а небо затянуло пылью, как при ядерной зиме. Именно поэтому, если человечество хочет прожить еще несколько сотен лет, нам придется исследовать глубины. Именно из-за погоды в центре Земли зависит, будут ли летать спутники над Землей, и сможем ли мы выбраться из Икеи с помощью компаса. Если бы жители Помпеи знали, как работает вулкан, они скорее всего бы переселились просто в более безопасное место. И нам тоже нужно знать, что происходит в центре Земли и какая там погода, чтобы вовремя переселиться на другие планеты. Пока с нашей не произошло вот это. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова